Премудрость, глава 19. Кто же их к тому концу судьба влекла, которой они были достойны, и она навела забвение остучившимся, дабы они восполнили наказание, не достававшее к их мучениям, и дабы народ твой совершил славное путешествие, а они нашли себе необычайную смерть. Ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранялись невредимыми. Явилось облако, осеняющее стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля из Черного моря, беспрепятственный путь, и из бурной пучины зеленая долина. Покрываемая твоей рукою, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, и играли, как агнсы, славя тебя, Господи, избавителя их. Ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыбы извергла множество жаб. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи. Ибо в утешении им налетели с моря перепелы, а грешных постигли наказание, не без знамений, бывших силой молнии. Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам. Иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. И мало этого, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти с радостью приняв. Потом уже пользовавшись одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами. Посему они поражены были слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый входа в его двери. Самые стихии изменились, как варфи звуки изменяет свой характер, всегда оставаясь теми же звуками. Это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удобно разрушимых животных, и не таял легко растаивающий снеговидный рот небесной пищи. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой, и не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним.